Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу ответить на маленький вопрос, но на самом деле он довольно-таки популярный. Вопрос касается смены имени, фамилии здесь в Канаде. Меня спрашивают, можно ли это сделать, насколько это трудно, тяжело и как это может повлиять в дальнейшем на получение гражданства. Вопрос по поводу сроков, по поводу процедуры и так далее разнится от провинции к провинции, потому что в каждой провинции существуют свои нюансы, свои правила. Я перед тем, как записать это видео, немножко пошерстил по интернету, потому что я знаю процесс и процедуру, которая есть в Квебеке для смены имени и фамилии, но не очень в курсе был относительно процедуры во всей остальной Канаде. Итак, что я, собственно, могу вам сообщить? Сменить имя и фамилию в Канаде это не трудно, это не тяжело. Соответственно, для того, чтобы... Обязательно условия, да, стартовые, что для того, чтобы это сделать, необходимо быть резидентом конкретной провинции в зависимости от провинции, от двух до одного года, от двух месяцев до одного года. Соответственно, в провинции Квебек есть такой нюанс, что вы должны быть еще гражданином для того, чтобы это сделать, а не просто резидентом. Далее. В англофонной Канаде, как я понял, для того, чтобы сменить имя и фамилию, необходимо просто ваше желание, ничего более. Есть ваше желание, вы заполняете специальную анкету, которая находится на официальном сайте провинции в соответствующем разделе, и в течение, как я понял, буквально там пару недель вам приходит бумага о том, что, пожалуйста, вы поменяли ваше имя и фамилия, собственно, и все, вопрос как бы на этом закрыт. Для того, чтобы поменять имя и фамилию в Квебеке, помимо того, что необходимо один год прожить, необходимо еще иметь четкое обоснование, на основании которого вам поменяют имя. То есть просто так, по вашему желанию в Квебеке, это сделать нельзя. Вы обязаны сказать, что, там, я не знаю, у вас смешное имя, там, да, или ваше имя постоянно коверкают, его невозможно произнести, это затрудняет вашу адаптацию. Там, или, допустим, вы должны сказать, что ваше имя на английском или на французском языке здесь имеет негативную, оскорбительную коннотацию, то есть восприятие, да, со стороны местных жителей. И, собственно, в общем, в таком роде, в таком ключе. Если у вас это все счастье есть, то назначается суд, и, точнее, не суд, а назначается рассмотрение человеком, который отвечает за этот вопрос, и, соответственно, вас уведомляют о том, что все в порядке, вы поменяли, все прекрасно, и все. Соответственно, цена вопроса для того, чтобы это сделать, для того, чтобы поменять имя, составляет где-то порядка ста с небольшим долларов. Имея все это счастье, заплатив все эти деньги, вы легко и просто меняете свою фамилию и свое имя на тот лад, на который вы хотите. Теперь по срокам рассмотрения ваших документов. Вы, меняя фамилию, в принципе, имеете все это делать право и до подачи на гражданство, так не бледно быть для этого гражданином. Но если вы являетесь постоянным жителем и собираетесь продавать на гражданство, то я в интернете встречал довольно-таки много упоминаний о том, что смена имени до получения гражданства, оно является причиной дополнительного времени рассмотрения вашего досье, потому что служба безопасности, как я понимаю, начинает шерстить и проверять, почему вы это сделали, уточнять, правильно ли вы сделали, имели ли вы право это сделать и так далее, не является ли это какими-то мотивами, связанными с криминалами или склонением от каких-то финансовых обязательств и прочее, прочее и тому подобное. Такая же ситуация возникает, я имею в виду удлинение сроков, в момент, когда вы подаете на гражданство, там тоже есть такая опция, что когда вы подаете на гражданство, вы имеете право поменять свое имя в документах, которые вы заполняете. Соответственно, право-то вы имеете, но это также будет влиять на сроки рассмотрения документов, со стороны миграционной службы. Так что имейте это в виду, планируйте свою жизнь, планируйте свое время. Я вам желаю успехов, всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин